друзья мои всем привет сегодняшнее видео я буду устанавливать вот такой вот ограничитель на окно а я вам покажу как это сделать проще что для этого нужно и как самостоятельно сделать это ограничение и в будущем как его использовать что для этого нужно будет естественно я все об этом расскажу поэтому смотрим дальше поехали итак первым делом для того чтобы установить ограничитель нам нужен ограничитель он стоит 108 рублей магазин Leroy Merlin и вот такие вот крепежи саморезы со сверху обратите внимание какие они должны быть вот такие вот свертышки вот такие вот саморезики нам тоже пригодятся но естественно нам нужно пластиковое окно на который мы будем устанавливать данный ограничитель если у вас две створки не обязательно на обе створки устанавливать ограничители потому что это нецелесообразно если вы хотите установить ограничения ставьте на одно окно желательно то окно которое будет откидываться у вас в двух положениях это окно не всегда доступно в двух положениях только в одно поэтому на него ставить мы не будем ограничитель будем ставить на это окно что нам нужно для того чтобы установить ограничитель это шуруповерт там так теперь смотрите вот здесь вот у ручки есть такие вот такой вот клай этот такая вот крышечка и мы отгибаем поворачиваем видим тут два самореза вот так сделаем чтобы удобно было берем шуруповерт выкручиваем их аккуратненько далее распаковываем упаковку и нам нужен будет вот такой вот вот такая вот часть данного ограничителя в ее мы должны будем установить под эту ручку аккуратненько сняли грязно пыльно протрем обезжириватель можно растворитель кстати в следующем видео покажу как очистить подоконники от вот такой вот грязи обязательно посмотрите очень будет полезно для тех кто сделал ремонт и не знает как избавиться от этого всего аккуратненько почистили если не очищается можно использовать то средство которое я буду использовать в следующем видео для очистки подоконников в принципе это тоже у нас идет так если что вот этим растворителем вот этим вот обезжиривателем можно тоже попробовать очистить подогонник тоже он эту функцию выполняет но все равно другое средство будет наиболее эффективно так не будем отвлекаться продолжаем берем наш ограничитель аккуратненько его ставим и обратно возвращаем на место вот таким вот образом все наши болтики закручиваем обратно чуточку поправить сам по себе такой ладно все готово одна половина ограничитель установлена закрываем обратно защелку ручку можно вернуть на место далее вторая половина это она кстати сделана из твердого материала так давайте посмотрим пвх ограничитель для окон металлический есть такие пластиковые аналоги но их не советую использовать потому что они ломаются и уже вот в таким вот образом вот устанавливаем наш ограничитель обратите внимание то что ограничитель должен ограничивать открывание окна вот так вот вот видите он должен стоять вот так вот ровно все небольшое ограничение сделали нам этого достаточно и теперь с помощью саморезов мы должны будем закрутить использовал я напоминаю сверточки со сверлом почему со сверлом потому что он хорошо входит в профиль пластикового окна так что теперь проверяем открыли ограничитель опустили на нужном нам зазоре то есть достаточно если вам такой зазор то пожалуйста устанавливайте максимальный зазор это у нас где-то 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 4 сантиметра но приблизительно на взгляд на вскидку так в общем если вы переживать за то что ограничитель будет мешать вам закрыть окно не переживайте опустили закрыли ограничитель он не достает до второй своей части и тем самым не мешает не препятствует закрыванию окна аккуратненько располагается вдоль рамы смотрится довольно таки эстетично так в общем еще раз использование ограничителя открыли окно установили нужный нам ограничитель зазор есть вентиляция есть то есть воздух заходит это удобно чтобы можно было допустим проветривать окна с маленькими зазорами если нужно чуть побольше установили соответственно побольше ну и соответственно до самого максимально можно так вот раздвигать увеличивать зазор ограничитель установлен как видим ничего сложного нет для этого нужно было нам просто саморез сам ограничитель шуруповерт все желательно используют шуруповерт потому что отвертка вам будет сложно закрутить такие вот саморезики в раму окна поэтому поверти равно вам нужен будет ну и соответственно обезжириватель либо растворитель для того чтобы протереть то место где было загрязнение но если вы вдруг за это будете переживать итак ну после просмотра этого видео когда я установил данный ограничитель я думаю у вас уже больше не осталось сомнений о том что данный ограничитель нужен вам не придется больше устанавливать не какие-то опоры для того чтобы окно вашей не открывалась с таким ограничителем гораздо удобнее использовать на системе то есть на режиме проветривания поэтому устанавливайте ограничители на окна это безопасно полезно и никогда не повредит на этом у меня все не забываем посмотреть то видео где я буду чистить вот этот подоконник от этой грязи всем спасибо всем пока